Во-первых, все понимали ответственность этой игры, она получилась у нас как бы домашней, но не дома. И, естественно, присутствовало определенное волнение, давление со стороны болельщиков вообще всей этой ситуации, потому что все понимали, что очень большая ответственность на всех лежит. Ошибаться нельзя и надо сделать все правильно. Помимо моей тактики футболисты еще должны были тренироваться, они должны были провести свои лучшие тренировки в жизни именно на тот момент, чтобы достичь результата. И у нас это получилось. Для нас это первый такой серьезный турнир и для футболистов и для меня как тренера. Мы чувствуем заинтересованность всей страны и также у нас есть большое желание поехать туда не просто выступить как получится, а именно с конкретными задачами, то есть продолжать тот путь, который мы начали развивать нашу команду. И надеюсь, что футболисты там сыграют свои лучшие игры. По крайней мере, мы все это очень хотим и будем к этому очень серьезно готовиться. Ну, в принципе, в финальной части слабых команд не бывает. Все достаточно серьезного уровня соперники. Ну да, мы знаем, Корея участник чемпионата мира в России. Выступили там достаточно неплохо. У Китая главный тренер тоже чемпион мира Марчелла Липпи. В Филиппины тоже очень непростая команда. Мы с ними две игры играли. Играли очень даже неплохо, но обе игры, к сожалению, проиграли. Поэтому, еще раз говорю, просто не будет. Будет сложно со всеми. С одной стороны, а с другой стороны, тем интереснее будут игры проходить. И просто обыграть сильных соперников – это всегда приятно. Мы будем к этому стремиться. Конечно, здесь мы реально понимаем свой уровень и уровень Кубка Азии. И мы понимаем, что мы обязаны быть там конкурентоспособными. Все для этого есть. И здесь мы ставим по одному шагу постепенное достижение задачи. То есть сначала это выход из группы. Это первая основная задача стоит для нас на сегодня. А дальше уже двигаться шаг за шагом.